Добрый день! Меня зовут Губарь Борис, я учусь на пятом курсе стоматологического факультета в городе Ужгород. Сегодня я хотел бы вам рассказать об эффективности геродотерапии в лечении и диагностике стоматологических заболеваний. Заболевания парадонта встречаются во всех возрастных группах и даже у детей и подростков. В подростковом возрасте, в 15 лет, около половины подростков страдают стоматологическими заболеваниями, такими как парадонтоз, парадонтит и гингивиды. Взрослое растеление и распространенность этих заболеваний достигает 85-100%. При нарушении диагностического рандвеса между биопленкой, ротовой полостью и защитными силами парадонта возникает воспаление хронических гингивид. И несмотря на достигнутые успехи в лечении стоматологических заболеваний, таких как периодонтит, остается все равно открытая проблема в окончательном их разрешении. Потому что в 40% случаев, даже при полной пломбировке корневых каналов до верхушки корня, в 40% неудача результатов. И вообще в целом эти заболевания периодонта и парадонта сопровождаются не только местными воспалительными процессами в тканях около зуба, но и общими изменениями в организме. Может быть и температура, и слабость, и головные боли. А применение, допустим, антибиотиков и стероидных-нестероидных противовоспалительных препаратов не всегда показано, потому что может быть индивидуальная непереносимость этих препаратов. Поэтому начали применять такой метод, как герудотерапия. И за период с 1 января 2018 года по 30 июня 2019 года лечение методом герудотерапии проводилось в городе Ужгород пациентам с разными соматическими заболеваниями, в том числе 24 пациентам со стоматологической патологией. Среди них было 6 мужчин и 18 женщин. И при обследовании у всех пациентов были выявлены жалобы на неприятный запах изо рта, кровоточивость десен, время приема пищи и во время чистки зубов. И были симптомы воспаления тканей парадонта, отечность, гиперемия магринальной и популярной десны, наличие большого количества мягкого зубного налета и твердых зубных отложений. Нами использовалась методика герудотерапии, которая заключалась в постановке одной-двух медицинских пиявок на следствии от облочки альвирарного отростка в области проекции верхушки причинного зуба. Сейчас я вам еще для тех, кто далек от стоматологии, я немножко расскажу о том, что такое периодонтит. На данной картиночке мы видим здоровый зуб. То есть зуб стоит в своей лунке и окружен здоровыми периодонтальными тканями. К нему подходит сосудо-дистонервный пучок, и пульпа хорошо функционирует, и зуб закрытый. И тут три распространенных хронических формы периодонтида. Это фиброзный периодонтит. Он на рентгенограмме отличается неровностью периодонтальной связки в перипекальных тканях. Второй вид – это гранулематозный периодонтит. Вот его мы можем видеть здесь на рентгенограмме. Он характеризуется тем, что четкие очертания контуры гранулема, которые образуются за верхушкой корня. И, как я говорил, даже при полной пломбировке корневых каналов до их филоческой верхушки, все равно сохраняется область резорции костной ткани. И хронический гранулирующий периодонтит. Вот его проявление. Это в стадии обострения. Видим ход норицевый, и выделяется капелька гноя. Это при обострениях. Курс лечения составлял 1-3 сеанса и с интервалом 2-3 дня с использованием аспирационной методики. Принудительную остановку не проводили. Повторный курс герудотерапии проводили через 6 месяцев по показаниям. Пациенты адекватно воспринимали герудотерапию как метод, оптимизирующий комплексное лечение. Аспирационная герудотерапия быстро и эффективно купировала воспалительный отек. Продолжительность постпроцедурной кровоточивости варьировала от 1 до 12 часов. Интенсивность же ее после процедуры герудотерапии на слизистой оболочке была невысокой. На месте укуса прикладывали ватный валик на 30 минут. А дома для быстрого остановления кровотечения пациенты полоскали рот гипертоническим раствором натрихлорида. Таким образом, герудотерапия оказалась высокоэффективным методом восстановительного лечения хронического генерализованного генгивита. Сейчас я вам покажу. Это парадонтит. Вот видим здесь на данной картиночке. Это здоровые ткани абсолютно. И видим на ортопотомограмме то, что уровень костной ткани, альвеолярных отростков и частей полностью сохранен. Здесь же мы видим воспалительные явления, гиперемию отек небольшой десен и резоркцию костной ткани на альвеолярных отростках и частях. И здесь на ортопотомограмме видим то, что больше 1-2 корня длины произошла резоркция костной ткани. И при этих же явлениях, при парадонтитах, хорошо применяются пиявочки. Так как парадонтит, если кто не знает, то это объединяется здесь и дистрофический, и воспалительный процесс. Вот парадонтоз – это дистрофический процесс в околозубных тканях, который не сопровождается воспалением. Здесь присутствуют только генеративные воздействия. Использование геродотерапии при обострении хронического верхушечного периодонтита позволяет в более ранние сроки оккупировать болевой, отечный и воспалительный синдром. Выраженность спонтанной боли и болезненности при перкуссии коллатерального отека, гиперемии и отека слизистой оболочки. Альвеарная отростка в области причинного зуба уменьшалась на 3-5 день и исчезала на 7-10. Тогда как при лечении больных при использовании геродотерапии указанные симптомы обычно сохраняются на 7-10 день. Геродотерапия деструктивных форм верхушечного периодонтита сокращает сроки реабилитационного периода, увеличивает количество зубов с благоприятным результатом лечения. Выводы, какие можно сделать. В процессе работы выявили следующее преимущество этого способа лечения. Возможность комплексного, противовоспалительного, аналитизирующего, бактерицидного, тромболитического, антиагрегантного, декабнестильного и терапевтического воздействия на очах поражения и быстрое оккупирование отечно-болевого симптома. Косметические эффекты, возможность улучшения общего состояния. Геродотерапия в различных заболеваниях оказывает стойкое лечебное действие. Осложение, как правило, не наблюдается. Все это дает нам возможность рекомендовать широко использование геродотерапии в комплексном лечении основных стоматологических заболеваний. Хронические формы периодонтита вне обострения иногда протекают без выраженных клинических проявлений. Однако для организма является источником хронической инфекции и провоцирует у пациента упорные головные боли, слабость, ялость и даже депрессивные состояния. Припухание лимфоузлов после первых приставок пиявок говорит о том, что пиявка поднимает все, что складировалось в лимфоузлах и выводит это наружу. И открывает все очереди хронической инфекции. И тем самым она показывает то, что есть какая-то стоматологическая адентогенная проблема. И так в ходе геродотерапии и стоматических заболеваний некоторых пациентов удавалось выявить, диагностировать хронические формы периодонтита, о которых сами пациенты не подозревали. Из анализированных период у шести пациентов после второго-четвертого сеанса увеличивались и становились болезненными подчелюстные и шейные лимфоузлы. После рентгенологического обследования у данных пациентов были выявлены явления хронического верхучечного периодонтита у шести шести процентов и парадонтоза у тридцати трех. Как вывод можно сделать то, что геродотерапия является высокоэффективным методом диагностики некоторых хронических форм периодонтита вне обострения, которые протекают без выраженных клинических проявлений, однако для организма являются источником хронической инфекции. Спасибо большое. Спасибо.